Метанола в крови не обнаружена. Причина смерти еще устанавливается. Сегодня появились новые подробности отравления пятерых человек в поселке Подгорный, что под Железногорском. Напомню, четверо мужчин в тяжелом состоянии попали в реанимацию после бурного застолья. Одна женщина скончалась. Как сегодня рассказали следователи, компания выпивала дома. А после один из мужчин отправился за добавкой к своему знакомому. Чуть позже всем стало плохо. Сейчас четверо выживших пришли в себя, угрозы для их жизни нет. Следователи продолжают проверку. Изъято около 30 литров, предположительно спиртосодержащей жидкости. Она направлена на исследование, как и та, которая изъята с места происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Также стоит отметить, что у потерпевших в крови не обнаружено метанола, бензола. Бензин в Красноярске резко подорожал. Ценники на топливо изменились на заправках сети 25 часов. Литр самого ходового 92-го подорожал сразу на 80 копеек. И теперь стоит 34 рубля 50 копеек. А цена АИ-92 возросла на 60 копеек. За литр этой марки бензина придется выложить 37,5 рублей. Это уже третье подорожание за месяц, а с начала года шестое. При этом в начале февраля издание «Коммерсант» со ссылкой на крупное исследовательское агентство сообщало, что цены на топливо в Красноярском крае на уровне самых низких по стране. Сами уезжают в новые квартиры, а животных оставляют на улице. В новости ТВК обратились жители Николаевки. Они уверяют их соседи, чьи дома попали под снос, получили новое жилье, и вот теперь они выбрасывают своих собак. В итоге уже сейчас пройти спокойно по улице невозможно. А ведь программа по переселению только началась. Виктория Лопатайте узнавала, как можно повлиять на таких хозяев. Еще вчера домашние и любимые, сегодня они брошенные, агрессивные, сбивающиеся в своры. То, что происходит на улицах Николаевки, больше похоже на кадры фильма «Катастрофы». Людей все меньше, а вот разрушенных домов и бездомных псов все больше. Многие люди просто бросают своих собак. То есть, они бегают с ошейниками большие, то есть, ну, видно, что ухожены, но, тем не менее, с днями, с неделями не кормежки, то есть, они голодные бегают. Они просто начинают кидаться. С теми людьми, которые на данный момент живут, то есть, с ними разговариваешь, они говорят, нет, что вы, мы никого не бросаем, всех увезем, там все нормально. Ну, а в конце получается все как обычно. Как обычно, это оставить питомца на улице, потому что в благоустроенной квартире ему места не нашлось. Людей переселяют по специальной программе. Их дома попали под снос из-за строительства развязки к четвертому мосту. Сколько конкретно животных уже оказались брошенными, остается только предполагать. Всего из Николаевки планируется переселить больше 600 семей. При этом пока физически снесено только 20 домов. Не сложно догадаться, что если каждый, кто не считает себя ответственным с благополучия своих питомцев, будет оставлять их здесь, то ситуация уже в течение года обретет масштабы катастрофы. Как минимум, стая бездомных собак с переселением может увеличиться на 500 особей. Хотя ни домашних, ни бродячих никто не считает. Да и доказать факт владения собакой, тем более цепной, очень сложно. Выходит отлов единственный выход. И с расселяемой Николаевкой регламент такой же, как во всем городе, отлавливают по заявкам. За февраль в 2.05 оттуда поступило лишь 5 обращений. Действительно, люди жалуются. И буквально на днях там была работа. Сейчас в пункте передержки находятся два больших взрослых пса цепных, которые были там отловлены. И одного такого же пса привез туда сам хозяин. Он сказал, что не может задержать собаку, она ему не нужна. И он оставил ее в пункте передержки. Заставить владельца забрать питомца в новый дом не может никто. В существующем законе есть лишь понятие «жестокое обращение». Но оно должно закончиться смертью животного. А вот оставление на улице вообще никак не квалифицируется. Закон об ответственном обращении с братьями меньшими пишется уже 7 лет, но до сих пор не принят. В этой ситуации отсутствие правового регулирования. Иного способа справиться с этими безнадзорными собаками, кроме существующего, сейчас нет. Их нужно отлавливать, их в пункте передержки и пытаться пристраивать. Я думаю, что департаменту городского хозяйства, управление дороги, благоустройство, нужно будет усиленное внимание обратить именно на это место. Но какой усиленный контроль может быть, когда на этот год контракт уже заключен? По нему отловить нужно тысячу особей. По сути, только на одну Николаевку его и хватит. Если увеличивать контракт, это дополнительные расходы бюджета. Выходит, уповать можно только на совесть. Ведь на улицу выбрасывают не собак, а членов семьи. Виктория Лопатати, Николай Чистяков, новости ТВК. Виктория людей, которые уже реагируют на эти мнения. И вот пишут нам сейчас, как сообщение пришло от Милы только что, народ совсем озверел. Как можно усыплять? Мы еще хотим, чтобы дети наши не были жестоки к животным. Просто прекратите. Вот такой крик души. И действительно очень много сообщений, где люди говорят о том, что нужно быть внимательнее людям к людям, чем к каким-то животным. И говорить о том, что с ними нужно что-то делать, что-то нужно делать с нами, с вами. Вот так вот пишут наши зрители. Действительно, проблемы, наверное, в людях, а отсюда уже идет проблема и с животными в том числе. Ну а сейчас мы переходим к теме, которую будем сегодня обсуждать. Это день смерти русского хоккея с мячом. Именно так болельщики и спортивные эксперты комментируют состоявшийся накануне матч в Архангельске. Особенность его в том, что обе команды там сыграли в свои ворота. Одни забили себе 9 голов, другие 11. На ситуацию уже отреагировали не только болельщики, но и эксперты. Все мнения любителей и профессионалов собрала Алена Крашенинникова. Гол. Вот забили все ворота. Вот посмотрите, водник прямо откровенно бьет по своим воротам. Красивый гол, отличная техника. Исполнитель его только забит, он в свои же ворота. Как и все 20 мячей в этой игре, которые уже назвали цирком. Откуда цирк версии 2? Первая такова. Хозяинам матча архангельской команде водник нужно было поражение. В случае победы они бы следом встречались с красноярским Енисеем. А это значило бы практически стопроцентный проигрыш для них. От этого поражения они решили уйти другим. Вторая команда сделала то же самое. Спорт это борьба за победу. То есть не нужно бояться, допустим, сильного соперника. Они забыли о том, что трус не играет в хоккей. Непонятно и то, что вынудило игроков опасаться серьезного соперника. Эксперты утверждают, что это вина федерации хоккея с мячом. Еще в 90-х к власти федерации пришел Борис Скрынник, который активно стал модернизировать команды. Менять составы участников, схемы розыгрыша и порядки матчей. В конечном итоге, по словам экспертов, напряжение в командах достигло предела. И вот тот самый водник из сильной команды превратился в ту, которая действительно могла испугаться поражения. Эту точку зрения подтверждает и бывший игрок красноярского Енисея Владимир Куманев. По его мнению, таким образом игроки показали свое отношение к политике руководства. Игроки поступили очень смело. Вот такую игру сыграть, вызывающим протестом, скажем так, против нашей федерации. Ведь они же что придумали, федерация? По две игры. Они же изнасиловали наших игроков, наших всех игроков. По две игры. Болельщики перестали ходить. На одну игру сходит, вторую нет. Пустые трибуны. Но в этот раз трибуны не пустовали. В лютый мороз поддержать своих героев пришли полторы тысячи болельщиков. Вот только о них не подумала ни федерация, ни сами игроки. Фанаты разочарованные и удивленные заполонились эти комментариями. Писали, что цитата «сегодня окончательно закончилось единство болельщиков и команды», конец цитаты. И что от чистого спорта, увы, не осталось ничего. Всем правят деньги. Вот у нас в стране, как вы, наверное, знаете, существует закон, предусматривающий ответственность за организацию договорных матчей. Игроки не виноваты, они выполняли распоряжение тренеров. И здесь обе команды, наверное, были заинтересованы в таком именно результате. А вот в том, чтобы объяснить ситуацию, команды заинтересованы не были. Наставник архангельской команды на пресс-конференции заявил, цитата, «Я, наверное, в первый раз в жизни обойдусь без комментариев», конец цитаты. Тренер «Байкал Энергии» ответил на это, цитата, «Когда начался весь этот цирк, начали забивать свои ворота, ну и мы тоже», конец цитат. В самой федерации пообещали разобраться в этом цирке. Это очень неприятный для нас инцидент, и контрольно-дисциплинарный комитет после тщательного рассмотрения ситуации примет жесткие меры. Результат игры будет стопроцентно аннулирован, и будут наложены штрафные санкции. И по отношению к отдельным членам команды, игрокам и тренерам, так и к клубу, вплоть до отстранения от участия в чемпионате России. Алена Крашеникова, Виталий Субботин, новости ТВК. Номер 8-923-165-45-00. Уже есть первые мнения, и очень многие говорят, в первую очередь, о болельщиках. Вот есть мнение экспертное, где человек говорит, журналист спортивный, давайте прямо. Вечером в Архангельске был изнасилован не только сам русский хоккей, но и конкретный полторы тысячи людей, пришедших в лютый холод на стадион. И это показательный массовый акт, стыдно оправдывать даже в прощенное воскресенье. Такие есть мнения. Но и опять же, очень многие, видимо, спортивные фанаты, которые разбираются в этой теме, и они в ней глубоко, пишут, что очень много здесь зависит именно от главы федерации. И вот та игра, которую увидели на поле, это все-таки результат вот этой целенаправленной работы, которая идет уже очень много лет. Но мы к этому еще вернемся. Ну а пока еще одна околоспортивная новость. ДК «Крастец» превратят в спортивный комплекс. С такой инициативой выступили в городской федерации бодибилдинга. Предложение от них в адрес мэрии поступило 23 января. На сайте администрации уже есть соответствующее постановление за подписью главы города. Как рассказали чиновники, идея им нравится, но они хотят предложить иные условия федерации бодибилдинга. Что это за условия, должны решить после проведения переговоров. Добавлю, что федерация планирует за собственные деньги провести реконструкцию здания. Прямо сейчас небольшая реклама, после мы вернемся и продолжим обсуждение главной темы этого дня «Присоединяйтесь и вы». Ночные новости ТВК. Мы продолжаем прямой эфир. И прямо сейчас вместе с вами узнаем, что же дальше будет происходить с погодой, насколько аномально теплыми будут первые мартовские дни, расскажет специалист гидромедцентра Иван Гордеев. В предстоящей неделе в целом ожидается существенной теплей нормы в среднем на 8-11 градусов. Наша территория по-прежнему находится в передней теплой части северо-западного циклона. И вот благодаря этому циклону, благодаря этому вихрю на наши широты затягивают прогретые среднеазиатские воздушные массы, которые при столкновении с нашим холодным сибирским воздухом в системе атмосферных фронтов будут способствовать действительно продолжительным снегопадам. Тем не менее, завтра ожидается довольно теплый и погожий день, переменная облачность. Днем в юго-западных потоках воздух прогреется до плюс 4 в тени, однако к вечеру, ближе к ночи, скорее всего, может начаться небольшой снег. Со среды по субботу на фоне понижения атмосферного давления в городе ждем снег от небольшого до умеренного. Есть вероятность продолжительных снегопадов. Ветер сменится на северо-западные, станет порывистым. По ночам в эти дни в городе ожидается около минус 5, а в дневные часы прогрев будет составлять до 0 градусов. И вот в пятницу на фоне порывистого северо-западного ветра есть вероятность метели. И только на выходные над нами начнет усиливаться поле повышенного атмосферного давления, из-за чего осадки пойдут на спад, хотя оттепели продолжатся. И есть вероятность, что они сохранятся и в начале следующей недели. Прямо сейчас мы готовы начать наше главное обсуждение этого дня. Напомню, скандальный матч мы сегодня обсуждаем. 9-11 вот такой счет, при этом все голы били в свои ворота. Рядом со мной депутат Горсовета и человек, который активно следит за спортивной жизнью страны, и в том числе за хоккеем с мячом. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. И как вы считаете, вот такие матчи, они на болельщиках, как сказываются на их внимание, на том, ходят они на игры или не ходят? Ну, на мой взгляд, из ряда вон выходящий случай. Я даже не припомню, что случай, который мог произойти громче. Да, ну, может быть, только связаны скандалы с допингом, там, с лишением медалей. Ну, тем не менее, это все бьет, конечно, и по политическим, как бы, целям, и по стране, имиджу страны, и, естественно, по болельщикам. Потому что, конечно, болельщики понимают, что вот такие всякие вещи происходят. Они, там, не знаю, договорные, недоговорные, может, просто, скажем, по своей дуре они так, тренер, сделали такие, вот, именно, результаты, которые вот мы увидели. Конечно, это очень неприятно. Я думаю, это ударит по посещаемости и вообще по престижу и хоккея с мячом и других возможностей в спорт. Ну, судя по тому, как сейчас высказываются активно болельщики, уже ударило, и уже ударило очень больно. Что же нужно сделать для того, чтобы вот эту ситуацию исправить? Чтобы люди, ну, не плевались, грубо говоря, после матча и прямо на матчах уже. Ну, на мой взгляд, вернуть болельщиков можно только, наверное, хорошей игрой, честной игрой, честным отношением к болельщикам, как, в принципе, происходит в мировом спорте. Много, в принципе, бывает, где футбол, хоккей. И профессиональный спорт, конечно, он держится на самоокупаемости, в основном, там были на хороших спонсорах, и там, естественно, такие вещи, ну, не проходят. Вот. И, естественно, болельщики там пишут, вот, в социальных сетях комментируют, что как так, такие зарплаты получают, и вот такие вещи, как бы, ну, и маленькая посещаемость из-за этого. Поэтому, я думаю, это, наверное, не очень красиво. Но ваш опыт болельщика дает вам рассуждать, я думаю, еще и об организации таких вещей. Вот, например, вы были на матчах НХЛ, я так понимаю. Там как-то по-другому организовано, все-таки, для болельщика. То есть, здесь вот такое ощущение, что лучше бы этого никто не видел вообще. Ну, мало того, я был и на нескольких чемпионатах мира по хоккею с мячом, в том числе, которые проходили у нас в Сибири, там, на Дальнем Востоке. И, в принципе, там тоже был зритель, и зритель был со многих регионов, как бы, близлежащие и дальние какие-то регионы. И, ну, конечно, это небо и земля, что посещаемость матча НХЛ, там, допустим, это семейный отдых, там, зритель воспитывается, по сути, со студенческой скамьи, студенческие команды. То есть, это традиция ходить? Да, традиция, традиция. И, там, маленько другой зритель, и другие цены, несмотря на заоблачные цены, казалось бы, на эти билеты, скажем, или, там, абонементы, все равно всегда полный стадион. Что же тогда с нами не так? У нас высшее руководство страны декларирует, что хоккей мы любим всей страной. Что тогда не так? Ну, что-то не так, потому что я буквально вчера читал нашу посещаемость на центральные клубы, то есть, хоккей-шаби, допустим, тоже, скажем, она, конечно, очень сильно решит и отстает от матча НХЛ, то есть, там, в разы, как, посещаемость ниже. Значит, что-то не так. В нашем королевстве надо что-то исправлять. Надо, прежде всего, быть честным со зрителем, с болельщиком, да, со своим, чтобы он пришел, чтобы он болел, поддержал всегда. Это очень важно. Есть здесь роль, все-таки, руководства федерации? Вот очень многие говорят, те, кто следит прям сильно и знает команды, все, все говорят, вот руководитель делает так, из-за этого плохо все разваливается. Как по-вашему, есть вот такая вот вертикаль, которая определяет все остальное? Ну, знаете, я лично знаком с крыльником, не могу сказать, что там конфликт по некоторым вещам есть, а то, что специально, как бы, вот там подставили, вот таким, я думаю, нет. Скорее всего, это чисто дурость тренеров, как бы не подумав, естественно, там два тренера, по сути, и целых две команды, еще кроме этого коллектив есть, который все-таки принимал решение, как вот играть. И вот играть, забивая себе, ну, это, я не знаю, такого просто не видел. Естественно, нужно дисквалицировать такие команды или тренеров, не знаю, каким-то образом все равно это нужно наказать, потому что, чтобы зрители увидели, что все-таки наказание существенное, и дальше поднимать престиж все-таки этого вида спорта. Все-таки это русский хоккей, и мы ударили именно по имиджу русских и по имиджу на международной арене, в том числе и по президенту, я думаю. Потому что многие газеты, там интернет-издания, там написали, я лично читал. Ну, будем надеяться, что все-таки лечить будут причину, а не следствие, как это часто бывает. Спасибо вам за этот разговор, за то, что вы являетесь активным болельщиком тоже. Ну, а мы продолжаем выпуск. И сейчас к темам финансовым. Министерство финансов страны готовится занимать у населения. В ведомстве начнут выпускать денежные облигации. Предполагается, что одна такая бумага будет выпущена номиналом в тысячу рублей. Инвестор может вложиться на сумму от 30 тысяч до 20 миллионов, сроком на три года. При этом каждые шесть месяцев держателям таких облигаций будет выплачиваться доход. Это примерно 8,5%. Первый выпуск народных облигаций запланирован уже в апреле. В Министерстве финансов подчеркивают, бумаги не будут обращаться на вторичном рынке, то есть их нельзя будет перепродавать. А вот наследовать доходность этих облигаций разрешено. Около 600 вкладчиков Банка Енисей в Красноярске уже получили свои выплаты. Клиентам перечисляют деньги через банк-агент Росгострах. Именно это финансовое учреждение занимается возмещением вкладов в Красноярске. Всего в городе 4 отделения Росгострахбанка средства начали выдавать с 22 февраля. И с этого дня все филиалы выведены на усиленный режим работы. Задействованы все сотрудники. Ажиотаж, по словам специалистов, был в первые дни выдачи средств. Сейчас ситуация стабилизировалась. Напомню, в начале февраля Центробанк лишил банк Енисея лицензии за неисполнение федеральных законов и рискованную кредитную политику. Всего людям должны выплатить почти 3,5 миллиарда рублей. Но не больше 1,4 миллиона тысяч на одного вкладчика. На возмещение могут претендовать около 10 тысяч человек. Единственный выходной, который был у нас на прошлой неделе, это был 23 февраля. Вот, ввиду объективных причин. Вот, первые две недели мы работаем без выходных с 9 до 7. Мы работаем суббота-воскресенье для максимального удобства для наших, собственно, клиентов. Ну и, конечно, ключевой вопрос, до какого периода будут происходить выплаты, хватит ли на всех денег, либо не хватит, на что мы, собственно, клиентам заявляем, что, безусловно, денег хватит на всех, выплаты будут происходить достаточно долго, там, более года мы будем их выплачивать, поэтому абсолютно все клиенты получат свои возмещения по депозитам. Пострадавший при обрушении козырька на Красноярском рабочей мэрия выделит 10 тысяч рублей. Это материальная помощь за травмы, которые женщина получила из-за падения аварийной конструкции. Напомню, все произошло 23 февраля. Бетонная плита придавила 37-летнюю женщину. С травмами ее увезли в больницу, несколько дней она провела в реанимации. Сейчас ее уже перевели в общее отделение, состояние оценивается как средней тяжести. Отмечу, что жильцы дома неоднократно жаловались на опасный козырек и просили его заменить. При этом в жилфонде сегодня отметили, к ним жильцы не обращались. Дело в том, что в обслуживании обновленной компании дом находится только с декабря 2016 года, а жаловались люди в бывшую дочку, жил комцентр. В ноябре подрядчик провел визуальный осмотр и признал, что козырек находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент причины произошедшего ищут в мэрии. Там работает специальная комиссия, проверка продлится до середины марта. Свою доследственную проверку ведут и в Следственном комитете. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после будем подводить итоги обсуждения и узнаем, как «Оскар» прошел. Вы смотрите «Ночные новости ТВК», а мы продолжаем работу в прямом эфире. Перепутали победителя в самой престижной номинации и пошутили над президентом Дональдом Трампом в прямом эфире. Сегодня в США прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар». О лучших актерах прошлого года и нелепой ошибке на главном событии киноиндустрии расскажем в сюжете далее. Организаторы извиняются и заявляют об ошибке. Несколько минут назад они объявили, что «Оскар» за лучший фильм получил мюзикл «Ла-ла-ленд». Но когда съемочная группа начала произносить благодарственную речь, выяснилось. Конверты перепутали, и на самом деле статуэтка досталась американской драме «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Этот фильм рассказывает о судьбе парня, который родился в криминальном районе Майами, где миром правят наркотики и деньги. После череды предательств он пытается начать жить по-другому. И «Оскар» получает Эмма Стоун. «Оскар» за лучшую женскую роль Эмма Стоун получила за тот самый «Ла-ла-ленд». Драма рассказывает о девушке, которая подает кофе с состоявшимся кинозвездам и параллельно мечтает о карьере киноактрисы. Всего мюзикл победил в шести номинациях. Лучший режиссер, лучшая операторская работа, работа художника-постановщика, лучший композитор и лучшая песня. Премию за лучшую мужскую роль присудили Кесси Аффлеку, сыгравшему в картине «Манчестеру море». Но в этот момент все строгательностью наблюдали не за сценой, а за его знаменитым братом. Бен Аффлек не сдержал радости и, растрогавшись, пустил мужскую слезу. Лучшим мультфильмом стал полюбившийся и российской публике «Зверополис». А представителей отечественного кинематографа среди номинантов не было. Изначально в списке лучших фильмов на иностранном языке попала картина «Рай» Андрея Кончаловского. Однако в конечном счете жюри исключили фильм из списка претендентов. Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас. Я о нем волнуюсь. Затронули на церемонии политику. Ведущий Джимми Киммел не раз вспоминал президента Дональда Трампа и даже в шутку написал ему в Твиттере, поинтересовавшись, не спит ли он. Удивил всех и актер Джеки Чан. Он появился на красной дорожке сразу с двумя спутницами, с мягкими игрушками. Почему знаменитость выбрал для себя такую компанию, не уточняется. А лауреат «Оскара-2016» Леонардо Ди Каприо в этом году не номинировался. Он принял участие в церемонии награждения и объявлял победителей. Мария Великосельская, Новости ТВК. Не справились с течением, едва не утонули и были спасены инспекторами заповедника. В Министерстве природы края сегодня опубликовали видео спасения семьи лосей. Все случилось на реке Подкаменная Кунтунгуска. Как рассказали в Минприроды, инспекторы увидели, что лосиха с двумя лосятами переплывала водоем с одного берега на другой. Малыши не справились с течением и вернулись на берег. Дрожащих от холода животных сотрудники выгрузили в лодку и перевезли в то место, где в зарослях скрывалась лосиха. После инспекторы вернулись обратно, чтобы не мешать воссоединению семейства. Вы смотрите новости ТВК. Прямо сейчас мы готовы подвести итоги нашего обсуждения. Хочу зачитать сообщение, где, наверное, собраны мнения из всех остальных сообщений, которые к нам приходят сегодня за вечер. Давно пора отправить в отставку главу Федерации хоккея России. Спад в хоккее идет очевидный в его присутствии во главе Федерации. И Ломанова отстранили по его инициативе. Красноярский хоккей не тот стал. Все игроки хорошие разъехались по клубам. Мне кажется, это очевидная оценка для тех, кто все-таки следит за ситуацией в спорте. И главное здесь это игроки и болельщики. Вот пока между ними нет порядка, наверное, не будет и ситуации никакой хорошей. Ну, на этом мы заканчиваем эфир. Прощаемся с вами. Но обязательно увидимся уже завтра в 23.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова